Государство Юго-Восточной Азии Введение В последние века до нашей эры и в первые века нашей эры зарождаются и успешно развиваются этносы, ставшие южными и восточными соседями Индии и Китая. Различные племена, населяющие территорию Цейлона, Индокитая, Кореи, Японии, начинают участвовать в мировом историческом процессе. Взаимоотношения развитых центров мировой цивилизации с варварской периферией на протяжении веков складывались непросто. Собственно, принцип взаимоотношений был одним и тем же. Более развитые культурные земледельческие центры влияли на отсталую периферию, втягивая ее постепенно в свою орбиту, стимулируя ускорение темпов социального, политического, культурного, экономического развития ее народов. Но этот генеральный принцип в различных условиях действовал по-разному. В одних случаях ближнюю периферию постепенно аннексировала расширяющаяся империя, в других энергично развивающийся и обладавший пассионарным зарядом народ, получив первоначальный импульс для движения вперед от других, начинал потом вести активную политику и, в частности, вторгался в зоны тысячелетней цивилизации, подчиняя себе многие древние страны — арабы, монголы и так далее. Наконец, третьим вариантом была постепенная кумуляция полученных заимствований и некоторое ускорение за этот счет собственного развития безактивной внешней политики, но с учетом взаимных контактов и перемещений, миграций народов. Вот этот третий путь был типичным для многих народов мира, будь то Восточная Европа, Юго-Восточная Азия или Дальний Восток. Юго-Восточная Азия — интересный и во многих отношениях уникальный регион, место пересечения многих мировых путей, миграционных потоков, культурных влияний. Результатом внутреннего развития народов Юга и Востока Азии стало появление у них металлических орудий, развитие сельского хозяйства, ремесла. Это привело к возникновению частной собственности и имущественного неравенства. Эти два фактора привели, в свою очередь, к постепенному разложению родоплеменной организации. Достаточно рано, еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, быть может, за счет воздействия извне, юго-восточные народы перешли к возделыванию зерновых, в частности риса, но лишь сравнительно поздно, незадолго до нашей эры, в этом регионе стали возникать первые государственные образования. Не вполне ясна причина такой задержки в развитии региона, который стартовал так давно и достиг столь многого еще в глубокой древности. Быть может, сыграли свою роль не очень благоприятные для развития крупных политических организмов природные условия, включая жаркий тропический климат. Или свою роль сыграли географическая среда с преобладанием гористых районов с узкими изогнутыми долинами, отдаленных друг от друга островов. Но факт остается фактом, только незадолго до начала нашей эры в этом регионе складываются первые государства, возникающие под сильным влиянием, а порой и прямым воздействием индийской культуры. Контакты с могущественными империями Китая и Индии ускоряли эти процессы. Индийское культурное влияние, брахманизм, касты, индуизм в форме шиваизма и вишнуизма, буддизма, определяло социальное и политическое развитие протогосударств и ранних государств всего юго-восточного региона, как его полуостровной части, Индокитай, так и островной, включая Цейлон, хотя этот остров в строго географическом смысле не входит в Юго-Восточную Азию, по историческим судьбам он достаточно тесно примыкает к ней. Воздействие индийской культуры было самым непосредственным. Многие представители правящих домов в регионе возводили свой род к выходцам из Индии и весьма этим гордились. В религиозных верованиях и в социальной структуре, включая кастовое членение, это воздействие видно, что называется невооруженным глазом. Но со временем влияние со стороны Индии ослабевало, зато усиливались иные потоки культурного взаимодействия. Прежде всего имеется в виду Китай. Западные районы Индокитая и особенно Вьетнам были зоной китайского влияния уже со времен династии Цинь, когда первые вьетнамские государства были подчинены Циньской армии, и затем на долгие века, несмотря на порой героическое сопротивление вьетнамцев, оставались под властью Китая. Да и после, к слову сказать, обретения вьетнамом независимости китайское влияние в регионе не ослабевало, даже наоборот усиливалось. Еще позже в регионе появился и третий мощный поток культурного воздействия, мусульманский, который стал вытеснять индийское влияние. Таким образом, страны и народы Юго-Восточной Азии оказались под воздействием трех великих восточных цивилизаций. Естественно, это не могло не наложить на регион своего отпечатка и не сказаться на сложности культурно-политической ситуации. Если же к сказанному прибавить тот факт, что в Индокитае постоянно шли с севера миграционные потоки, и что этот полуостров с его горными цепями, узкими долинами, бурными реками был, что называется, самой природой предназначен для существования здесь многочисленных этнических замкнутых разрозненных групп, то станет очевидным, что и этническая, и языковая ситуация в этом регионе достаточно сложная. А теперь вернемся к древней истории основных стран и народов Юго-Восточной Азии и начнем с Цейлона. Глава первая. Юго-Восточная Азия. Цейлон, Шри-Ланка и страны Индокитая. Цейлон. На протяжении всей своей истории в географическом и историко-культурном плане Цейлон всегда был тесно связан с Индией. Но он всегда имел и достаточно тесные связи с Индокитаем. В частности, немалая доля того культурного влияния со стороны Индии, о котором говорилось выше, шла именно через Цейлон, который на рубеже нашей эры стал признанным центром пришедшего туда из Индии буддизма в его ранней хинаянской модификации, буддизма Тхеравари. Первые упоминания о Цейлоне имеются в древнеиндийском эпосе, где Цейлон именуется Ланкой, островом. Основным сюжетом Рамайны является поход Рамы, царевича Айдохье, на Ланку, царь которой Равана похитил у него жену Ситу. Рама с помощью войска, состоящего из обезьяны-медведей, вторгается на Ланку, в личном единоборстве убивает Равану и освобождает Ситу. Однако в науке не принято серьезно считаться с фактами литературного произведения. Действительно, вышеупомянутый эпизод из Рамайны, видимо, не имеет исторической основы, а является лишь литературной обработкой сказочного сюжета. В Северной Индии в этот период о Цейлоне имели самое смутное представление. Считалось, что он находится где-то на краю земли, населен демонами, ракшасами. При этом, естественно, материальные и общественные условия жизни на Цейлоне в Рамайне изображались сходными с теми, которые существовали в самой Северной Индии. Наличие государства, развитой городской жизни, сходных религиозных верований и так далее. Данные археологии и цейлонских исторических преданий не подтверждают фактов Рамайны, которые поэтому не могут считаться достоверными. Около середины первого тысячелетия до нашей эры население Цейлона значительно отставало от населения Индии. По уровню развития материальной культуры оно находилось на стадии каменного века. По уровню развития общественно-экономических отношений на стадии первобытно-общинного строя. Индийская иммиграция – первые государства. Поскольку почти вся историография Цейлона основана на исторических преданиях, которые, по всей вероятности, имеют в своей основе действительные события, можно с достаточной уверенностью утверждать, что в пятом веке до нашей эры на Цейлон прибыло морем значительное количество переселенцев из Северной Индии. Именно об этом гласят предания. Переселенцы утвердились на острове, и их вождь Виджая стал первым царем 483-445 годы до нашей эры. Род или племя, к которому он принадлежал, назывался Синхала. Этим именем затем стал называться Остров, а также основное его население – современные Сингалы. Тот факт, что язык древних Сингхала был родствен индоевропейским языкам, а не дравидийским, подтверждает, что в основе этого предания, возможно, лежат какие-то исторические события подобного рода. Сингхалам, стоявшим на более высокой ступени развития, чем местное население, удалось захватить самые удобные земли на севере и на юге острова, отчасти ассимилировать местное население, отчасти истребить его или оттеснить в самые глухие районы. В настоящее время остатком древнейших обитателей Целона являются племена Ведда. Данные цейлонской хроники Дапавиша, составленные около IV века до нашей эры, и Махаванша, около V века нашей эры, весьма сбивчивы и малодостоверны. К III веку до нашей эры на Цейлоне существовало два наиболее значительных государства – Пихити со столицей Анурадхапура на севере и Рухуна со столицей Магама на юге. В западной части острова, на равнинах, покрытых непроходимыми джунглями, цивилизация не утвердилась. Только последующие века привели к тому, что сейчас эта часть Цейлона является экономически наиболее развитой. Распространение на Цейлоне буддизма Третий век до нашей эры показывает нам то, что уровень развития населения Цейлона приближается к индийскому. К этому привело как внутреннее развитие, так и обширные связи с материком. Это подтверждается, в частности, быстрым распространением в этот период буддизма. Появление на Цейлоне буддизма связывается с деятельностью миссии буддийских монахов во главе с Махендрой, братом Ашоки. Как и везде в таких случаях, укоренению буддизма способствовала местная рабовладельческая знаки. Правители Цейлона сами приняли буддизм и охотно способствовали его распространению. Буддийские монахи принесли с собой письменность Брахми, из которой развелась современная сингальская письменность. Они же записали в первом веке нашей эры на языке Пали буддийские канонические трактаты Кипитака, передававшиеся до того устно. Множество слов из этого языка, которым до сих пор пользуется буддийское монашество на Цейлоне, проникло в сингальский язык, а буддийская литература, особенно джатаки, оказала большое влияние на литературу народов Цейлона. Буддизм оказал сильное влияние и на развитие архитектуры, изобразительных искусств и так далее. Трудно с точностью говорить о первых шагах государственности на этом острове. Легенды повествуют о том, что в третьем веке до нашей эры местный правитель послал посольство ко двору императора Ашоки, и что в ответ на Цейлон прибыл сын Ашоки, буддийский монах Махиндра, который обратил правителя острова в буддизм, его окружение, а затем и местное население. Не ясно, насколько это предание соответствует истине, но весьма вероятно, что оно как-то отражает ее, и что именно в третьем веке до нашей эры под влиянием мигрантов, буддистов из Индии, ознакомивших местное население с буддизмом и другими элементами индийской цивилизации, включая и Рисосеяния, на острове возникли первые устойчивые государственные образования. Во всяком случае, вполне определенно, что государство со столицей в Ануратхапуре с самого своего возникновения стало буддийским, а буддийские монастыри и монахи играли в нем огромную роль. Цейлон быстро превратился в святилище буддизма. Здесь был торжественно высажен отросток от священного дерева, под которым некогда по преданию прозрел великий Будда. Сюда со всей тщательностью и пышностью были привезены некоторые мощи Будды. Здесь началось составление писанного канона буддизма Типитаки. И, наконец, именно на Цейлоне в первые века нашей эры был выстроен знаменитый храм в Канде, где, как самое ценное достояние страны, хранился зуб Будды, для поклонения которому стекались из соседних буддийских стран многочисленные пилигримы. Цейлон во втором веке до нашей эры, четвертый век нашей эры. Вся политическая история древнего Цейлона, второй век до нашей эры, четвертый век нашей эры, была активно связана с борьбой за укрепление и отстаивание позиций буддизма на острове. Ассимиляция мигрантов из Индии с туземным населением заложила на рубеже нашей эры основы сингальского этноса. Сингальские правители и были, как правило, ревностными защитниками буддизма. В распоряжении буддийских храмов были богатые земли и другие сокровища. Они обладали налоговым иммунитетом и имели огромный престиж среди местного населения. Однако бесконфликтность индийской эмиграции на самом деле только кажущаяся. Близкая к Индостану, северная часть Цейлона неоднократно подвергалась вторжению из Южной Индии пришельцев, завоевателей, тамилов, вместе с которыми на Цейлон пребывали многочисленные индуисты. Индуизм начинал теснить буддизм, что вызывало многочисленные конфликты. Новые волны мигрантов из Индии несли с собой и элементы буддизма махаянского типа, так что религиозная ситуация на Цейлоне становилась более сложной. Крупнейшее вторжение произошло в середине II века до н.э., когда Тамилы из Чола захватили Анорадхапуру, а на престоле Пехити воцарился Тамил Елара. Примечание Анорадхапура с ее обилием буддийских храмов и монастырей была столицей Цейлона вплоть до XI века, когда она была захвачена южноиндийским государством Чолов, столица была перенесена в город Полонарува. Но царь Рухуны Дутугамуну, 101-й, 77-й годы, изгнал Тамилов и на время распространил свою власть на весь Цейлон. Около 29-го года до н.э. произошло нашествие Тамилов из государства Пандия. Они были изгнаны только четырнадцать лет спустя. Вследствие укрепления в дальнейшем государственной власти и упрочения внутреннего положения, Цейлон более четырех с половиной веков не подвергался крупным нашествиям из Индии. Отдельные нападения носили характер грабительских набегов. Цейлонцы сами также предпринимали набеги на Южную Индию, грабя побережье и приводя оттуда рабов. Основным занятием населения было земледелие. В первые века н.э. на севере и юге Цейлона была сооружена весьма развитая система искусственного орошения. О высоком уровне инженерного искусства древних цейлонцев свидетельствует то, что многие водохранилища и каналы, например, водохранилище Минерия с водным зеркалом в восемнадцать квадратных километров, используется и в настоящее время. Значительного развития на Цейлоне достигло горное дело, добыча жемчуга и ремесла. Еще в первые века н.э. в Индию, а через Индию в Европу, вывозились с Цейлона жемчуг, берилы, сапфиры, хлопчатобумажная ткань и изделия из черепаховой кости. В значительных количествах добывалось золото. Внутренняя торговля едва ли была развита, так как собственных монет, по-видимому, не существовало. Основной экономической и общественной структуры, как и в Древней Индии, была община с очень широкими автономными правами. Власть царя еще не стала вполне деспотической и была ограничена собраниями знати. В царском роде престол переходил не к сыну, а к старшему в роде, что способствовало возникновению биц, бывших в государствах древнего Цейлона, довольно частым явлением. Цари не скупились на подарки буддийским монастырям, поскольку пользовались большим политическим влиянием. Немалую долю в процесс обогащения этих религиозных заведений привносили и все больше закрепощаемые свободные общинники. Но даже всего влияния буддизма было недостаточно для усмирения народного гнева во времена частых бунтов. Для правителей в некоторых случаях волнения населения были на руку, так как они направляли движение масс против своих конкурентов. Первые века нашей эры показывают, что государства Цейлона были уже достаточно сформированными. Местные правители располагали достаточным военным и экономическим потенциалом для сопротивления попыткам южноиндийских царей подчинить их. Отражение стремления к полной независимости приняло форму религиозного движения. На Цейлоне буддизм сохранился в его ранней форме — хинаяна. Всякая попытка распространения буддизма в иной его разновидности — махаяны — решительно пресекалась. Индокитай Учитывая то, что на Индокитайском полуострове очень выгодные климатические условия для проживания первобытно-общинного человека, уже начиная с палеолита, здесь непрерывно шел интенсивный процесс развития человеческого общества. До второго тысячелетия до нашей эры полуостров был заселен почти исключительно племенами бродячих охотников и собирателей, не знавших земледелия и домашних животных. В период развитого неолита второе тысячелетие до нашей эры Индокитай был одним из основных районов расселения племен, говорящих на аустро-азиатических языках. Эти неолитические племена, материальная культура которых распространена от Чхота-Накпура в Индии до юго-восточного Китая и дальше по островам до Японии и Чукотки, заселяли на территории Индокитая речные долины и низменные районы вдоль морских берегов и внутри страны. Они жили уже полуоседло, занимались охотой, рыболовством и мотыжным земледелием при подсечно-переложной системе, возделывали рис и просо. Найденные остатки керамики со штампованным орнаментом и плечиковые полированные топоры указывают на характерную для этих племен материальную культуру. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры, десятый-пятый века, в наиболее плодородных районах, долинах и дельтах рек Иравади, Менама, Меконга, Красной реки, в районе озера Тон-Лесап, Эти племена переходят к поливному земледелию, вначале используя затопление полей при разливе, впоследствии создавая каналы и плотины. Во втором начале первого тысячелетия до нашей эры на территории восточного Индокитая появляются более активные племена протоиндонезийской группы. Часть из них осела в долине Красной реки, Сонг-Коя, и смешалась с местными аустро-азиатическими племенами, а часть распространилась вдоль берега моря до дельты Меконга, не заняв ее. С начала первого тысячелетия до нашей эры население Индокитайского полуострова начинает применять металлические бронзовые орудия и оружия. По археологическим и отчасти этнографическим данным можно выяснить некоторые элементы материальной и духовной культуры племен, населявших в этот период территорию Индокитая. Важнейшей отраслью хозяйства этих племен было поливное и подсечно-переложное мотыжное земледелие. Некоторую роль все еще играли охота, рыболовство. Наряду с бронзовыми продолжали применять каменные орудия и оружие, грубая глиняная посуда уже изготовлялась на примитивном гончарном круге. Население жило родовыми поселениями в бамбуковых домах с террасой и двускатной крышей с поднятым полом. Основной хозяйственной и политической единицей была патриархальная родовая община. Из среды общинников уже заметно выделяются военные вожди — лактеонги. Эпоха развитой бронзы, пятый-первый века до нашей эры, приблизительно совпадает по времени с последним крупным, седьмой-первый века до нашей эры, движением этнических групп на территории Индокитая. Это было движение племен тибета-бирманской группы с северо-запада и племен группы Таи и протовьетнамцев с севера и северо-востока. Предполагают, что у племен обеих групп уже зарождалось имущественное неравенство. На той же стадии развития находилось и коренное население развитых районов полуострова, смешавшееся с пришельцами в северо-западном и северо-восточном Индокитае. Синтез пришельцев с племенами привел к развитию в северо-восточном Индокитае на территории современного Бакбо самостоятельной культуры эпохи бронзы под названием культуры Доунгшон, для которой характерны бронзовые барабаны, особой формы топоры и кинжалы, особая одежда и головные уборы, свой тип лодок. Что касается предков-вьетнамцев, то они были носителями почти подобной культуры, а сам этнос образовался в результате смешения племен Жзяо-Ти из юго-восточного Китая с местным аустро-азиатским населением. Это так называемая этническая группа Лак-Вьет, которую вьетнамские исследователи считают предками вьетнамцев. Начиная с VI века до н.э., помимо археологических данных, мы располагаем письменными сообщениями как местных в средневековой записи, так и китайских и индийских летописей. Следует упомянуть, что для VI-I веков до н.э., особенно для VI-III веков до н.э., письменные источники зачастую грешат фрагментарностью и почти легендарны. Возникновение рабовладельческих государств в северо-восточном Индокитае Сходность климатических условий должна была обусловить и некоторые одинаковые фазы развития общества в Восточной Азии. Это положение верно лишь частично, так как на формирование этносов в очень большой степени влияет не только климат, но и география этнической территории. Население территории Багбо описывается в китайских летописях и относится к VII-VI векам до н.э. Там сообщается, что в Джоусский, Китай, прибыли послы из этого района с почетом были приняты при дворе и отправились на родину с богатыми подарками. В VI-III веках до н.э. по данным письменных источников на территории Багбо сложился племенной союз лаквьетов, известный под названием Ванг-Ланг. Лаквьеты в это время занимались мотыжным земледелием, знали искусственное орошение, у них на довольно высоком уровне находились ремесла, особенно обработка металла. Этот вид ремесла уже отделился от сельского хозяйства. У власти в Ванг-Ланге стояли веонги из династии Хаунг-Веонг. Термин веонг соответствует китайскому вонг, означал вначале главу племенного союза, но по мере развития рабовладельских отношений веонги превращались в правителей с неограниченной властью. Веонги лаквьетов вели войны с южнокитайскими государствами. В 258 году до н.э. в процессе объединения лаквьетских племен племенной союз Ванг-Ланг входит в состав раннерабовладельского государства Аулак, занимавшего дельту и средние течения Красной реки и районы, прилегающие к этой реке с юга. Власть в государстве захватывает местная династия Тхук. У лаквьетов в этот период делает успехи земледелие, появляется плуг. Дальнейшие развития получают ремесла, складываются городские центры. Столица Аулак, город Колоа, имела правильную планировку и массивное укрепление. Городские здания, выстроенные в местном стиле, сооружались из сердцового кирпича. В лаквьетском обществе появляются рабы, но рабство в Аулак, как и во всей Юго-Восточной Азии, не стало господствующей формой хозяйства, и основную массу прибавочного продукта давала эксплуатация свободных общинников. К этому времени, третий век до нашей эры, относятся наиболее древние вещи китайского происхождения, найденные во Вьетнаме, что свидетельствует о культурных связях Аулак с циньским Китаем. Еще в конце третьего века до нашей эры император Цинь Шихуанди организует два похода на юг. В упорной борьбе только после второго похода китайцам удалось разбить армию Аулак и подчинить районы Нижнего и Среднего течения Красной реки к 207 году до нашей эры. С падением циньской династии на юге Китая возникает самостоятельное государство Нань-Юэ, Нам-Вьет, включившее в себя и северо-восточную часть индокитайского полуострова. Аулак вошло в его состав и на протяжении почти столетия, с 207 по 111 год, признавала верховную власть южно-китайской династии, известной здесь как династия Чи-Еу. Поэтому не случайно, что в управление страной была введена китайская система. Правда, в остальном китайское влияние было незначительным. Так армия сохраняет старую организацию, состоит из отрядов пехотинцев, вооруженных копьями и боевыми топорами, и отрядов лучников. Флот состоит из боевых галер. Во II веке до нашей эры Лак-Вьеты осваивают южные районы Бак-Бо. К этому времени вьетнамцы добились замечательного мастерства в художественном литье, резьбе по камню и металлу. Мастера искусно изготавливали музыкальные инструменты и предметы ритуала, возникают новые городские центры, Вию и другие. Наряду с продолжением расширения связей с Китаем, прежде всего с Южным, источники зафиксировали первые контакты с Индией. Китайское завоевание Нам-Вьета Китайцы всегда с вожделением смотрели на крайний юг своей страны. Неудивительно, что в двадцатых годах II века до нашей эры Нам-Вьет подвергается агрессии со стороны китайских императоров. Три компании приводят к присоединению Нам-Вьета к ханьскому Китаю, до сих пор южная часть которого известна под названием провинции Цзяо, в китайских источниках Цзяо-Джи. В течение I века до н.э. китайское господство в стране сказывается слабо, местная культура достигает в это время наивысшего расцвета, осваивается производство стекла, появляются первые железные орудия и оружие, происходит дальнейшее развитие ремесла и сельского хозяйства. Но в начале I века до н.э. намечается усиление китайского влияния как в культуре, так и в экономике и политической жизни провинции Цзяо. Начинается поселение в дельте Сонгкоя на лучших землях китайских переселенцев. Назначенный Иван Маном новый наместник провинции Цзяо ограничивал местное лаквьетское самоуправление, казнил наиболее активных противников китайской политики. Все это вызвало народное восстание против китайского господства, возглавленное недовольной иноземным господством лаквьетской верхушкой господствующего класса. Это восстание вошло в историю под названием «Восстание двух сестер Чинг» сороковой-сороктретий годы н.э., так как по преданию его начали жена одного из казненных наместников, крупных рабовладельцев, и ее сестра. Восстание распространилось на всю провинцию Жзяо, китайские гарнизоны и администрации были перебиты, две карательные экспедиции были разбиты, и только знаменитый полководец Май Юань после длительной подготовки смог в двухлетней борьбе подавить восстание сорок второй-сороктретий годы н.э. В ходе подавления восстания многие районы дельты были опустошены, население покидало города и селения и уходило в предгорье. После подавления восстания китайское влияние прочно укрепляется на территории современной провинции Бакбо. В дельте и к югу от нее появляются китайские переселенцы. Китайские вещи становятся обычной деталью обихода лаквиетов. Знать начинает употреблять китайские иероглифы. К этому же времени проникает сюда и буддизм, эпоха младшей династии Хань и последующие два века для провинции Жзяо, время введения китайской налоговой системы, укрепления китайской администрации, создания на юге укрепленной полосы. Усиление эксплуатации сталкивалось с упорным нежеланием населения жить по чужим порядкам. Об этом свидетельствуют восстания II, III веков и конца IV века, подавленные только с помощью войск из центральных областей Китая. Тем не менее, процессы, происходящие в Китае с середины I века и до V века, продолжают влиять на политическую и экономическую жизнь провинции Жзяо. Это, а также ряд явлений в экономической и политической жизни страны привели к тому, что во II-IV веках н.э. в провинции Жзяо зарождаются феодальные отношения. Шаны, Таи, Лао К юго-западу от государственного образования древних вьетнамцев на территории современного Лаоса в III-I веках до н.э. распространяется мегалитическая культура раннего Железного века, может быть, связанная с проникновением в этот район племен группы Таи. К началу н.э. там складывается государственное образование, или скорее союз племен Лао, относящихся к той же группе Таи и подвергшихся впоследствии индийскому культурному влиянию. В центральном Индокитае в I века н.э. продолжается переселение к югу племен Таи и Шанов. Государство у этих народов сложилось в более поздний период. Бирманцы в западном Индокитае Племена тибета-бирманской группы, своей этнической прародиной, имели территорию Южного Тибета. По неизвестным причинам, приблизительно на грани II-I тысячелетий до н.э. началась их миграция в северо-западный Индокитай. Уже к I векам они занимали Северную и Центральную Бирму, частично ассимилировав, а частично оттеснив монгхмерские этнические группы. Наиболее развитой группой были равнинные племена, создавшие на базе бронзовой, а затем железной техники, довольно высокую самостоятельную культуру на Верхней и Средней Ироваде. К началу н.э. на Средней Ироваде возникает государство, или скорее племенной союз Прома, со столицей того же названия, где до этого существовала небольшая индийская колония. Основной формой социальной организации бирманцев была община. Рабовладение, развитое в ничтожных размерах, носило патриархальный характер. В конце первого, начале второго веков происходит окончательное оформление государства Прома. Следует сказать, что географическая близость Индии с раннего времени сказалась на культуре, религии, письменности государства Прома. Правящие круги Прома вели активную борьбу с монгским государством Пегу на Нижней и Раваде. Но на протяжении второго-четвертого веков большого изменения соотношения сил в западном Индо-Китае не произошло. Монгхмерские государства Южного Индо-Китая Наиболее ранние рабовладельческие государства аустро-азиатских народов Монгхмерской группы складываются на южном побережье Индо-Китая в нижнем течении крупных рек к началу нашей эры. Наиболее западным было сложившееся в Дельте и Раваде государство Пегу, возникновение которого относится к первым векам до нашей эры. Индийские летописи называют его Романья-Дэша. Население Пегу составляли племена Монов, издавна занимавшихся земледелием в долинах Нижнего течения и Раваде. Сложению государства способствовал поток индийских переселенцев из юго-восточной Индии и тесной торговой и культурной связи с Индией. В первые века нашей эры, в период наибольшего развития рабовладельских отношений, на Нижней и Раваде и Теносеримском побережье возникает ряд индийских поселений. Индийское влияние стало превладающим. Исследование одного из портов Монского государства обнаружило предметы китайского, иранского и римского производства, что свидетельствует о широких торговых связях государства Пегу. Во второй четверти первого тысячелетия нашей эры в западном Индокитае разгорается борьба между северными и южными районами, осложненная вмешательством восточно-индийских государств. Достаточная пестрота этнического населения привела к тому, что результатом этой борьбы было перемещение некоторых групп Монов в северную Малаку и в дельту Менама, и возникновение здесь государства Дваравати. В этот бурный период и произошла, по всей вероятности, смена рабовладельских форм феодальными. Первые упоминания о монгхмерском государстве Дваравати в дельте Менама относятся к четвертому веку нашей эры. По сведениям индийских и кхмерских хроник, основным занятием населения этой страны было поливное земледелие. Дваравати поддерживала тесные связи с Индией, что отразилось на культуре и религии его населения. Дваравати испытывала сильное влияние кхмерских государств юго-восточного Индокитая и затем было инкорпорировано в состав срокхмер. Хунань Одним из самых ранних государств народов монгхмерской группы было государство, известное китайским летописцам под именем Хунань, занимавшее болотистые равнины дельты Меконга и побережье реки вверх по ее течению приблизительно до современного Кротия. На протяжении веков эта территория то расширялась, то сужалась, но всегда находилась в пределах современного южного Кхмера, Камбоджа и западного Намбо, прежнее название Кохенхина. Фунань населяли племена кхмеров. По описанию китайских хроник это были невысокие, темнокожие, курчавоволосые люди, носившие повязки типа саронга. Основное занятие фунаньцев — плевное мотыжное земледелие и рыболовство на многочисленных притоках Меконга. Важнейшая культура — рис. Жили фунаньцы в небольших деревнях, однако известны и городские центры фунани. Дома, зачастую очень большие, строились из камня, латерита и сердцового кирпича. По своей структуре фунань представляла собой раннее рабовладельческое государство, где основными производителями были крестьяне-общинники. Наиболее раннее письменное упоминание о фунане относится ко второму веку нашей эры. Но ряд данных позволяет отнести возникновение этого государства к первому веку нашей эры. В истории фунани можно наметить два периода. В первом начале третьего веков нашей эры основную роль в фунане играли местные кхмерские элементы, а индийское влияние было незначительным. Этим государством правила местная династия, имя которой не сохранилось. Внешнеполитической активности фунань в это время не проявляла. Археологический материал позволяет проследить торговые связи фунани с Индией, Китаем, Ираном и Римом. Третий-четвертый века нашей эры — период расцвета экономики и культуры фунани. Строится новая столица — Вьядхапура, близ современного Ангкор-Бареи. Заметно усиливается влияние Индии. Вводится индийская система летосчисления. Индийская титулатура. На базе южноиндийских алфавитов создается местная письменность. Однако Китай не остался в стороне, и китайские торговцы становятся здесь частыми гостями. Это обусловило через некоторое время и установление политических контактов с Китаем. Возникшая в это время новая династия, основанная по преданию индийским брахманом Каундиньей, ведет активную внешнюю политику, приведшую к расширению фунани к северу. К пятому веку нашей эры фунань слабеет. Причину этого ослабления источники не раскрывают. При неясных обстоятельствах с пятого века нашей эры для обозначения территорий ранее называвшихся фунань начинает применяться название Ченловоды, а с шестого века нашей эры оно сливается с Ченлоземли, район озера Тон-Лесан и к востоку от него. После этого образуется, согласно самоназванию Кхмеров, единое государство срок Кхмер. Тьямпа Начало нашей эры послужило отправной точкой возникновения еще одного крупного государства, Тьямпы, Чампа. Наиболее раннее упоминание об этом государстве относится ко второму веку нашей эры, когда там существовало индианизированное государство Кантхара. Но археологические данные позволяют отнести создание здесь государственных объединений к первому веку нашей эры. У племен протоиндонезийской группы Тьямов, обитавших в южном Чунгбо, южный Аннам, и северном Намбо, северная Кохенхина, складывается организованный социум, основанный на имущественном неравенстве. В то же время на побережье происходят высадки небольших групп индийцев и индонезийцев, и это, как и значительное влияние кхмеров, наложило на культурную и политическую жизнь Тьямов своеобразный отпечаток. К первому веку нашей эры Тьямы переходят к широкому применению железа. В плодородных густонаселенных речных долинах, на искусственно орошаемых полях возделывались рис и другие культуры. Основную массу производителей в Тьямпе составляли общинники. Господствующие классы были разделены на брахманов и кшатриев, но резкого, как в Индии, различия между кастами не было. Брахманизм был господствующей религией, и его влияние все более усиливалось. Уже в самом начале истории Тьямпе появляется хромовое землевладение. Будучи приморским государством и имея сильный флот, Тьямпа находилась в теснейших связях с Индией и Индонезией, откуда были заимствованы многие элементы тьямпской цивилизации – письменность, санскрит, официальный язык, индийские титулы, брахмадизм, культ Шивы и другое. В то же время Тьямпа имела тесные торговые связи с Китаем и, в частности, с китайскими владениями в северо-восточном Индокитае. Во время правления местной династии Шримара II-III века н.э., Тьямпа ведет активные завоевательные войны в северном Чунгба, где в это время не было твердой китайской или лаквьетской власти. Населенной в основном племенами, стоявшими на относительно низком уровне, этот район надолго становится ареной тьямпы китайских военных столкновений. Длительные войны с китайцами, знавшими Тьямпу под названием Линьи, истощили Тьямпу и привели к тому, что китайские армии в середине III века прошли с огнем и мечом по всей стране, разрушили столицу и забрали огромную добычу. После ухода китайцев к власти пришла новая династия Гангараджа, центром страны стал район Пандуранга, с конца III века начинается процесс феодализации тьямпского общества. Глава 2. Юго-Восточная Азия. Островной мир. Островной мир Юго-Восточной Азии, Индонезии, Филиппины, как и близкий к нему географический и в историко-культурном плане полуостров Малакка, Малая, это особая часть Юго-Восточно-Азиатского региона, во многом отличная от континентальной. Здесь преобладает иной язык, индонезийская ветвь малайско-полинезийской семьи. Обитают по преимуществу другие этнические группы, не говоря уже о более заметном, нежели на континенте, негро-австралоидном расовом компоненте. В начале, близкие к континентальному супрегиону в историко-культурном плане господства индуизма и буддизма в религиозных представлениях, преобладания индийского влияния в социально-политической системе раннегосударственных образований, с начала второго тысячелетия островной мир стал сильно отличаться от него, ибо именно здесь быстрые темпы исламизации привели к почти полной победе ислама, что сказалось на культуре и образе жизни населения. Наконец, именно островной супрегион с его субтропическими и тропическими продуктами, прежде всего пряностями, столь желанными для европейцев, оказался одним из первых объектов колонизаторских устремлений раннего европейского капитализма. Этот островной мир и был той своеобразной Индией, удобный путь, в которую так стремились найти, в поисках которой предприимчивые европейцы совершили свои самые известные географические открытия, включая открытие Америки. И далеко не случайно долгие века эти земли именовали Голландской Индией. Также не случайно в этом плане и современное название Индонезии. Но это все случится потом. Посмотрим, с чего это начиналось. Малая. Данные антропологии, археологии и палеолингвистики свидетельствуют о том, что на древнейший негроидный и аустро-меланизоидный расово-этнический субстрат в третьем-первом тысячелетии до нашей эры наложился этнокультурный слой, мигрировавших в Малайю из юго-западного Китая, малайских племен, принесших с собой культуру неолита и бронзы. Выгодное географическое положение через Малакский пролив пролегают наиболее удобные торговые пути способствовало превращению южной части полуострова в торговый перекресток, где на протяжении веков скрещивались пути индийских, арабских, затем китайских купцов, и где поэтому уже с начала нашей эры возникали портовые города, служившие и первоначальной базой, и рынком, и носителем быстро распространяющихся культурных влияний. Особо заметную роль играли здесь индийские купцы и вообще выходцы из Индии, включая представителей брахманских каст и буддийских монахов. Именно они создали в городских и портовых поселениях, малая, первоначальную социально-политическую и культурно-религиозную основу. Индийская первооснова была ощутима долгие века и вплоть до исламизации даже явственно преобладала, так что далеко не случайно регион в целом воспринимался иностранцами, европейцами, как нечто связанное с Индией, что и нашло свое отражение в упоминавшихся уже наименованиях. Первые государства на территории Малая, возникшие на рубеже нашей эры, были таким образом скорее иноземными анклавами, нежели результатом спонтанного развития местных этнических общностей. Однако со временем индо-буддийское религиозно-политическое ядро городских поселенцев обрастало тяготевшие к нему местной сельской периферии. Возникали протогосударственные образования типа городов-государств, значительная часть которых вначале находилась в вассальной зависимости от Кхмерской фунани, позднее от суматранской Шревиджаи, затем от государства Чолов и так далее. Картина, в общем, достаточно ясна. Малайские княжества, располагавшиеся в стратегически важном районе Юго-Восточной Азии и контролировавшие судоходство по Малакскому проливу, были слишком лакомым куском, чтобы долго сохранять полную независимость. Слабость же этих небольших государственных образований способствовала тому, что они то и дело попадали в вассальную зависимость от сильного соседа. Индонезия Первые поселенцы Индонезии Малая была всегда тесно связана со всем островным миром Юго-Восточной Азии. Достаточно вспомнить, что его подчас называют Малайским архипелагом, похоже на то, что в глубокой древности именно через Малаю на архипелаг проникли многие компоненты, составившие затем основу населения Индонезии и, прежде всего, основной малайский компонент. Далекое прошлое Индонезии представляет для ученых загадку. Изучение ее древнейшей истории осложняется тем, что самые ранние из местных письменных памятников восходят лишь к V веку н.э., А от предыдущего периода имеются лишь народные предания. Вся достоверная информация о древнейшем населении Индонезии зиждется на сообщениях иноземных авторов, антропологических и археологических находках. Индонезия была очагом древнего антропогенеза, а об этом свидетельствуют находки на острове Ява, Тренильского, Моджокерцкого и Сангеранского, Питакантропов и Нгандонгского неандертальца. Довольно богато представлен в Индонезии палеолит и нижний неолит. В четвертом-третьем тысячелетиях до н.э. происходит переселение в Индонезию племен Юго-Восточной Азии, получивших название протоиндонезийских. Через Суматру, Малаку и Яву индонезийцы двигались на восток, занимая побережье и оттесняя коренное население в центральные горные районы. Находясь в неблагоприятных естественных условиях, первоначальные обитатели Индонезии развивались медленно и в течение всего периода древней истории пребывали на стадии первобытно-общинного строя. Охота и собирание естественных съедобных продуктов были, по-видимому, основой их существования. Земледелие, если и существовало, то, скорее всего, в самой примитивной форме. Хозяйство и общественный строй индонезийцев Более успешно начали осваивать орудия труда к началу нашей эры индонезийцы. Во II-I веках до н.э. они начинают применять бронзовые орудия, что ускорило развитие земледелия и ремесла. Основой их хозяйства было мотыжное земледелие, сначала подсечно-огневое, а затем поливное. Культивировались рис и просы, трубчатые корнеплоды, ямс, батат. Широко использовались естественные богатства тропических лесов, особенно кокосовая пальма, ариковая, из семян которой делают бетель, и аринговая, шедшая на изготовление хлебного сагу. Разводили индонезийцы кур и свиней, из других домашних животных им с древнейших времен была известна собака. Наряду с земледелием важное значение имело рыболовство. В процессе расселения по островам огромных водных пространств индийского и западной части Тихого океанов, индонезийцы усовершенствовали свою знаменитую лодку Каноэ с противовесами, нередко снабженную парусами. На таких лодках, не боящихся штормов, индонезийские моряки, рыбаки и торговцы избороздили все окрестные моря и рано стали торговать с соседними странами. Предметом вывоза служили поделки из дерева и полудрагоценных камней, покрытые, судя по археологическим находкам, необыкновенной искусной резьбой, а также местное сырье, ценные породы деревьев, пряности, позднее металла. На старинных настенных рисунках изображались небольшие свайные поселки, стилизованные очертания сумпитана, духового стреломета, наконец встречаются датируемые первыми веками до нашей эры бронзовые изделия, что говорит о значительном росте производительных сил. Для тогдашнего индонезийского общества были характерны пережитки матриархата. Легенды сохраняют следы матрилинейной системы родства. Идеология также была еще довольно примитивной, господствовал анимизм и культ предков. К рассматриваемому периоду относятся мегалитические памятники Южной Суматры, на плато Пасемах находят многочисленные менгиры и каменные изображения людей-животных. Основной областью расцеления индонезийцев была территория, охватывавшая Суматру, Яву и Малакку, носившая в древности название Явака. Отсюда индонезийцы распространились по всему архипелагу, образовав Великую Нусантару, как именовали они сами, Индонезийский островной мир. Широкую известность получают рудные богатства Яваки, золото, серебро, олово. Драгоценные металлы Индонезии имеют хождение по всему Востоку вплоть до Средиземноморья. Одна из редакций индийской поэмы Ромайана говорит о Яваке, как о стране золота с семью царствами, которые граничат с горами холодными, переходящими на краю света в небо. Слухи о далекой Яватвитпе и ее богатствах дошли даже до Рима. О ней упоминает Птоломей в своей географии. Античные авторы начала нашей эры называют Малаку «золотым полуостровом» Херсонесес-Хрисе и указывают, что южнее лежит местность с серебряным городом Аргире. Наиболее передовой и экономически развитой из всех областей Индонезии была западная Суматра, где жило племя Пинангкабу, начальные люди, позднейшие Минангкабау. Минангкабу начали использовать буйвола, умели приручать и заставлять работать диких слонов, рано освоили выплавку бронзы, а в первые века нашей эры — производство железа. На рубеже нашей эры в индонезийском обществе уже существовало рабство. Главным источником развития рабства было порабощение военно-пленных, рабов поставляли также пираты. Начиная со второго века нашей эры, индокитайские и китайские источники сообщают о беспрестанных набегах индонезийцев на южное побережье Азии, об уводе ими в плен большого количества населения. На этой основе расцветает работорговля. Появление рабства и деление общества на различные имущественные сословия приводят к процессу ускорения образования государства. Отдельные племенные вожди Яваки постепенно превращаются в царей. Внутренние части острова были освоены неразвитыми племенами. Это обусловило то, что правители индонезийцев покорили их и вынудили платить дань. Неизвестно, как бы развивалась история Индонезии, если бы не прямое участие в формировании местных государств, выходцев из Индии. Индийская иммиграция и древние индонезийские государства Явака стала сначала временным, а затем и постоянным пристанищем индийских моряков и торговцев уже за несколько веков до нашей эры. В основном они прибывали с Карамандельского берега, юго-восточная Индия, затем колонизационный поток расширяется, индийцы оседают в северной Яваке, названной ими Самудра, морская страна, отсюда они продвигаются далее на юго-восток. В местные общества проникают индийские обычаи, религии и культур, к которым особенно быстро приобщаются высшие слои индонезийской знати. В наиболее тесных связях с Индией находилась Восточная Суматра. Индийская иммиграция, последовательно захватывавшая идущие к востоку острова, длилась почти беспрерывно по VI век нашей эры. В I-III веках н.э. складываются индианизированные государства на Суварнадвиппе в Золотом острове, т.е. в Малаке, Явадвиппе в Росином острове, т.е. на Суматре. В IV веке в северо-западных областях Явы сложилось государство Тарума. Одна из надписей сообщает, что в 415 году местный царь Пурнаварман строил ирригационные сооружения, тогда же возникает государство на южном Барнео. В Индонезии в это время под индийским влиянием появляется деление общества на Варне, но здесь оно не получает значительного развития. К концу периода древней истории граница индийского влияния достигла острова Целебес. Следы этого влияния хорошо заметны в пределах больших и малых Зонских островов. Язык надписей V-VI веков смешанный санскритомалайский, алфавит древнепаллавский, местные святилища построены в стиле индийских храмов с уступчатым перекрытием. Не все области Индонезии развивались одинаково быстро. В Восточной Индонезии, лежавшей вдали от главных центров древней цивилизации, сохранились значительно более примитивные общественные отношения. Западная Индонезия, тесно связанная с другими южноазиатскими странами, шла впереди. Ее экономическим центром был город в проливе Банка, стоявший на месте современного Палембанга. Здесь сходились главные торговые пути. Один из них шел через моря Бали и Флорес к Малукам, другой по Малакскому проливу и Андаманскому морю в Индию, третий огибал острова Анамбас и шел вдоль восточного побережья Индокитая в Китай. Из Китая сюда текли два потока грузов — для Индонезии и для западных стран. В Яваке, судя по археологическим находкам, сбывались китайские керамические изделия, а также шелковые ткани. Буддийские миссионеры сообщают, что рядовые индонезийцы одеваются в платье из пестрой бумажной ткани местного производства, знать же носят шелковые одежды. Основная масса вывозившегося из Китая шелка сначала в виде тканей, а затем в виде сырца, шла через Суварна-Двипу на Средний и Ближний Восток. Путь от Индии до Яваки был хорошо известен западным купцам, ежегодно приплывавшим сюда с попутными муссонами. Птоломей указывает точную длину этого пути в греческих стадиях. Индонезийцы были не только торговыми посредниками. Из Индонезии вывозились в большом количестве пряности, особенно перец и гвоздика. Постоянный характер носили связи между Явакой и восточным побережьем Южной Индии. Местные товары достигали и более отдаленных районов, например, Средней Азии. Удивительна способность индонезийцев к дальним мореплаваниям. Так в эти века отважные моряки-индонезийцы предприняли довольно массовое по тем временам переселение на Магадаскар. Там сформировалась близкая к малайцам по этническим признакам молгашская народность. Филиппины Географически Филиппины — это часть все того же островного мира Юго-Восточной Азии. Но, будучи восточной и исторически периферийной его частью, филиппинский архипелаг развивался более замедленными темпами, что не приминуло сказаться на результатах к моменту вторжения испанцев на Филиппины в XVI веке. Только небольшая часть населения острова начала переходить от первобытности к ранним государственным образованиям. Население Филиппин в принципе комплектовалось из тех же компонентов, что и остальной островной мир. На древний негроавстралоидный субстрат во втором-первом тысячелетии до нашей эры волнами наслаивались аустронерийцы южно-монголоидного типа. Но набегали эти волны не суши через Малаю, как это было на Западе, а морем, порой через Тайвань, причем все из того же Южного Китая. С начала нашей эры, когда Малая и Индонезия в ее западной части были уже индианизированы, индобуддийская культура стала проникать и на восток, в том числе и на Филиппины. Культурные контакты, однако, шли крайне медленными темпами. Связи с буддийской Шривиджайей, а позже с индуистской культурой Манджапахита, сыграли определенную роль в развитии местного населения, но больших результатов не дали. Глава третья. Дальний Восток, Корея и Япония. Дальний Восток, Корея и Япония. Или Манджуры. Но это затрагивало отнюдь не только кочевников, тем более оказавшихся в орбите его непосредственного воздействия. Это влияние было много значительнее. Через Наньчжао оно достигало тайцев и тибетоберманских племен, а во Вьетнаме оно просто задавало тон, определяло внутреннюю организацию государства и общества. Корея и Япония во многом близки в этом смысле к Вьетнаму. Речь не только о заимствовании чужой, пусть даже более высокой культуры, хотя играло свою роль и это, имеется в виду нечто иное. Близость высокоразвитой цивилизации неизбежно оказывала свое воздействие и прямо, и косвенно, причем особенно большую роль такое воздействие играло именно в те периоды истории той или иной страны, когда определялись основные параметры существования данного общества и государства. Нечто похожее было только что продемонстрировано в двух первых главах этой части тома на примере индобуддийского влияния в странах Юго-Восточной Азии. Для находившихся в зоне воздействия китайской цивилизации Кореи и Японии влияние такого рода было совершенно очевидным, само собой разумеющимся. Вопрос лишь в том, какую роль оно сыграло в процессе становления обеих стран и так, как это было. Корея Древнейшая история Кореи Большая часть корейского полуострова занята горами, но есть и удобные для проживания холмистые равнины. С достаточной степенью вероятности до сих пор не датированы случаи проникновения сюда человека. Неолит Кореи изучен лучше. Памятники его, раковинные кучи, распространены по всему побережью Кореи, но главным образом в юго-западной и южной частях, так как восточный берег корейского полуострова крутой и слабо расчленен, то здесь меньше всего и неолитических находок. Замечательная находка неолитических костяков, близких к северокитайским, в Унги-Юки, в провинции северной Хамгэн. Древнее население Кореи занималось рыболовством, сбором съедобных ракушек и орехов, охотилось на оленей и диких свиней. Каменные орудия, шлифованные ножи, кинжалы, наконечники стрел и керамика обнаруживают близость к неолитической культуре Приморья и Японии. Можно выделить пять основных районов первоначального заселения полуострова. Район Пхеньяна, южная часть полуострова Хванхэ, района Сеула и Пусана, и крайний северо-восток, долина реки Туманган. С третьего века до нашей эры по третий век нашей эры происходит переход к неолиту, бронзе и раннему железу. К этому времени относятся многочисленные дольмены, тесно связанные с дольменами Ляо-Дуна и отчасти Японии, и курганы. Они распространены главным образом в Центральной Корее и на юге. Племена, проникшие на корейский полуостров, постепенно освоили внутренние районы, и, судя по найденным в раковинной куче Кымхэ у Пусана, относящимся к первому-вторым векам нашей эры зернам риса, приступило к овладению земледелием. Союзы племен и образование первого государства Поскольку единственным источником по древнейшему периоду истории Кореи является древняя китайская историография, то основные сведения по изучаемому периоду приходится брать оттуда. Так, китайские летописцы утверждают, что первое племенное объединение в Корее, возникшее в северной части полуострова и прилегающих частях южной Манчжурии, было образовано в конце второго тысячелетия до нашей эры выходцами из Китая, перешедшими в этот район во время междоусобных смут, сопровождавших падение древнего царства Инь и возникновение царства Джоу. Во главе этого объединения, получившего китайское наименование Чаосянь, в корейском произношении Чосом, стал один из племенных вождей Инь Кидза, Ци Цзы, перешедший в Корею вместе со своей племенной группой. Вшкоре китайские переселенцы слились с основным населением этой части полуострова, так что это объединение, если даже и допустить важную роль китайцев в его образовании, было по характеру корейским. Местное население научилось у китайских переселенцев шелководству и некоторым ремеслам. Из Китая проникли в Корею и некоторые земледельческие культуры — черный горох, гаулян, гречиха, а также изделия из бронзы и железа. В третьем-втором веках до н.э., в годы падения в Китае империи Цинь и образования империи Хань, в эти места проникла новая большая волна переселенцев из Китая, среди которых был Ви-Ман, Вэй-Мань, один из ванов северного китайского царства Янь. Ви-Ман захватила власть в царстве Чосон, начало II века до н.э. В 108 году до н.э. царство Чосон подпало под власть Ханьской империи, и из его территории были образованы четыре области. Одна из них — Накран, Лолан, с центром в районе современного Пхеньяна. Отсюда китайское влияние проникает на юг Кореи и в Японию. В Южной Корее уже к IV веку до н.э. складывается несколько племенных объединений. Махан, Чинхан, Энхан. Племена Махан уже употребляли металлические орудия, жили оседло в землянках, занимались земледелием и скотоводством, разводили быков, лошадей. Племена Чинхан, среди которых было много китайских переселенцев, знали шелководство, строили небольшие города, добывали железо. Племена Тэнхан по своей культуре были близки к Чинхан. По данным китайских хроник, население этих трех племенных объединений по языку и обычаям было схоже между собой и более резко отличалось от северокорейских племен. Постоянный приток новых переселенцев из Китая, бежавших, по выражению китайских хроник, от горькой службы, а также тесные связи с Китаем, способствовали быстрому разложению родового строя у племен Кореи и появлению самостоятельных государств. Уже в первом веке до н.э. на территории Кореи образовались три племенных союза. В восточной части полуострова на месте Чинхан и Пенхан появился племенной союз Силла. В западной части полуострова на месте Махан — Экчи. В северной Корее и юго-восточной Манчжурии — Когурё. Из этих племенных союзов в III-IV веках выросли государства, сохранившие те же названия. Наиболее сильным из них было Когурё. Оно уничтожило китайское владычество не только в Корее, но и в восточной Манчжурии. Корейские государства в первые века н.э. О внутреннем устройстве этих государств сведений сохранилось мало. Своеобразие развития корейского этноса обуславливалось его относительной изолированностью. Тем не менее, сам факт образования государств говорит о расслоении общества. В источниках есть указания о существовании частного и государственного рабовладения. В рабов обращали за преступлением. Существовало также долговое рабство с правом выкупа. Ведущие роли в производстве рабы не играли. Они либо использовались в качестве дворовой челяди, либо служили предметом вывоза в Китай. Хроники сообщают, что когда в 386 году в Токче было предпринято строительство оборонительного вала на северной границе, то для этого строительства было привлечено свободное население. Скорее всего, концентрация производства была недостаточна для массового применения труда рабов. Наиболее развитыми отраслями производства в государстве Силла были скотоводство и горное дело. В Пекче – поливное и сухое рисосеяние и ремесло. Преимущество Когурё заключалось в его близости к более культурному Китаю, но эта же близость служила источником постоянных столкновений. Между тремя государствами происходили частые войны, в которых своекорыстное участие принимали правители Китая. Южное побережье Кореи неоднократно подвергалось набегам японских племен, которые большей частью успешно отражались корейскими государствами. Кроме Китая, в процессах исторического развития Кореи большую роль играла также Япония. Так особенно усилились набеги японцев в четвертом веке нашей эры, когда им даже удалось захватить на крайнем юге полуострова часть царства Карак, или Мимана, как называют его японские источники. Корея в это время достигла сравнительно высокого развития культуры. Материальная культура государства Когурё не уступала культуре соседей, китайцев. Через Корею китайская культура проникла в Японию. Япония. Неолит и появление металлов. Япония — древнее самобытное государство. Без преувеличения можно сказать, что европейский читатель знает Японию одновременно и очень хорошо, и очень еще слабо. Последнее относится главным образом к области духовной жизни японцев и их национально-психологическим особенностям. История Японии начинается с Неолита, расположенная на архипелаге, который тянется с севера на юг вдоль восточного побережья Азиатского континента, ее главные острова Хоккайдо, наименее населенные, на севере, Хоншу и Сикоку в центре и Кюсю на юге. Япония заключает в себе более трех тысяч островов. Извержения вулканов, землетрясения, наводнения, горные обвалы и ураганы испокон веков сопутствовали жизни японцев. Не в последнюю очередь природные катаклизмы способствовали выработке таких национальных качеств, как мужество, терпеливость, самообладание, сноровка. Стоит ли удивляться, что природа вызывает в душах японцев и чувство обреченности и одновременно чувство благоговения? Хотя природные условия японских островов и оказали заметное влияние на формирование национальной психологии японцев, но определяющим фактором здесь, как и повсюду на земле, безусловно, выступил способ производства. Японцы издревле занимались охотой, морским промыслом, животноводством, но большая часть населения веками возделывала рисовые поля. Вопросы этногенеза японцев и в настоящее время все еще вызывают споры, рождая самые противоречивые гипотезы и теории, ни одна из которых не в силах объяснить всей совокупности накопленных наукой фактов. В традиционном японоведении считается, что древнейшую основу населения Японии составляли айны. Эти данные не противоречиваются. Это не значит мнению отдельных ученых о палеолитическом характере некоторых памятников, однако они недостаточно обоснованы. Находки в провинции Харима и других, видимо, уже в пятом, четвертом тысячелетии до нашей эры в Японии существовал неолит. Древнейшими неолитическими памятниками Японии являются раковинные кучи, распространенные главным образом по Тихоокеанскому побережью. По содержимому этих куч можно заключить, что население занималось по преимуществу собирательством и рыбной ловлей. В них встречаются остатки съедобных раковин и рыб, гарпуны, грузила и рыболовные крючки. В более поздних кучах часто встречаются кости пресноводных рыб, оленей, диких свиней, птиц. Вместе с орудиями охоты — обсидиановые наконечники стрел, шлифованные топоры и кинжалы. И рыбные ловли. В этих кучах встречается керамика, изготовленная от руки, богато украшенная типичным для ранней Японии веревочным орнаментом дземон. Глиняные женские статуэтки указывают на существование матриархата. Население жило поселками в больших землянках и хоронило трупы тут же в раковинных кучах. Костяки лежат на спине в скорченном положении. Они часто обсыпаны красной охрой. Японский неолит характеризуется сравнительно высоким уровнем развития культуры при общих замедленных темпах этого развития на последнем этапе. В более передовых южных районах, в первом тысячелетии до нашей эры, в изобилии появляются характерные для позднего неолита шлифовальные орудия, а в погребениях — металлические изделия. Керамика хорошо обыждена, иногда изготовлена на гончарном круге, чаще всего гладкая или с простым орнаментом, тип яйей. Население уже заселило внутренние части островов и было знакомо с земледелием и зачатками скотоводства. С наступлением эпохи металла намечается имущественная дифференциация, на которую указывают погребения в двойных урнах и богатый погребальный инвентарь — бронзовые зеркала, мечи и кинжалы. Эта дифференциация усиливается в так называемую Курганную эпоху, ранний Железный век. Этническая принадлежность древнейшего населения архипелага еще не окончательно выяснена. В образовании японской народности приняли участие, как уже указывалось, как Айны и другие южные племена, так и, позднее, племена монголо-малайского происхождения. С середины первого тысячелетия до нашей эры на японские острова через Корейский пролив с юга Корейского полуострова проникают так называемые протояпонские племена. С их приходом на островах появились домашние животные, лошадь, корова, овца. К этому периоду относятся и возникновение культуры поливного риса. Процесс культурного развития пришлых племен, их взаимодействие с местным аустронезийско-Айнским населением происходили вплоть до V века. Основным направлением хозяйства на японских островах окончательно стало рисосеяние. В более поздний период островное население окончательно восприняло из Кореи, а также из Китая элементы китайской и корейской культуры. К этому времени на юге Кюсю завершилась ассимиляция остатков аустронезийского населения. Одновременно начался процесс заселения лесистого североострова Хонсю. Местное айнское население этого острова частично смешалось с пришельцами, частично было оттеснено на север. Эти процессы привели к тому, что в настоящее время Япония – одна из самых однородных по этническому составу стран мира, основу нации, более 99% населения составляют японцы. Айны теперь сохранились лишь на Хоккайдо, их численность не превышает 20 тысяч. История Японии с первого века до нашей эры известна уже по письменным источникам. Самые ранние сведения содержатся в китайских исторических памятниках, в истории старшей династии Хань и истории младшей династии Хань сообщаются сведения о Японии первого века до нашей эры, второго века нашей эры. В истории Вэй – Вэйджи и истории Сун – Суншу – сведения о Японии второго-пятого веков нашей эры. Японские хроники Кодзики, восьмой век нашей эры, и Нихонги, восьмой век нашей эры, более подробны, нежели китайские, в том, что касается самой Японии, но менее точны. Хронология их весьма запутана и до шестого века нашей эры мало достоверна. Кроме того, в них много более поздних наслоений. Согласно японской системе верований, синтаизму, японская нация ведет свое начало от богини солнца Аматерасу, прямым потомком которой был легендарный император Японии Дзиму, Дзиму Тенна, взошедший на престол государства Ямато в шестьсот шестидесятом году до нашей эры и положивший начало непрерывной династии японских императоров. В Японии принято подразделять историю страны на эры правления того или иного императора. Личность императора, сама идея императорской власти всегда выступали как важнейший цементирующий фактор национального самосознания японцев. Разложение родового строя Сетевовиков, увеличение родов, разделение их на большие и малые и расселение отдельных групп в разных местах страны, а также развитие обмена, способствовали укреплению межродовых и межплеменных связей. Это вместе с борьбой против окружающих неяпонских племен вызывало тенденцию к более крупным межплеменным объединениям. Процесс объединения осуществлялся не мирным путем, а в ходе ожесточенной межродовой борьбы. Более слабые роды поглощались более сильными. Японские хроники сообщают о подчинении большого количества родов, населявших центральную часть полуострова Хон-Сю, наиболее сильной группе родов Ямато. Такие же племенные объединения возникают в Цукуси. Значительные изменения произошли и внутри рода. В хозяйственной жизни основной единицы становится община — мура, представляющая собой объединение нескольких кровнородственных групп в 15-30 человек каждая. Постепенно эти кровнородственные группы выделяются из состава мура в особые семейные общины. Иной характер. Приобрели войны между племенами. Побежденные стали облагаться данью. Пленные обращаться в рабов. Рабы или использовались внутри семейной общины, или вывозились в соседние страны. История младшей династии Хань сообщает, например, об отправке в 107 году н.э. из Японии в Китай 160 рабов. В обстановке постоянных войн. Росло значение военачальников, общеплеменного вождя, царя и старейшин наиболее крупных родов. Большая часть военной добычи и пленных попадала в их руки. В то же время непрерывные войны тяжело отражались на положении рядовых членов рода и наносили значительный ущерб хозяйству. Разложение родоплеменной организации сопровождалось дальнейшими изменениями в социально-экономическом строе. Наряду с рабами, преимущественно использовавшимися в качестве домашних слуг, появляется новая категория несвободных – Б. Они были первоначально простыми данниками рода-победителя, позднее в Б превращают китайских и корейских переселенцев, покоренных родами. Несмотря на свое островное положение, Япония постоянно испытывала влияние более высокой китайской и корейской культуры. Прослеживаемое по историческим памятникам начало сношения Японии с Китаем относится к I веку до н.э., а в III веке н.э. Япония и Китай время от времени обмениваются посольствами. И эти связи Японии с Китаем, а особенно с Кореей, имели большое положительное значение для исторического развития Японии в данный период. Религия в Древней Японии Буддизм проник в Японию из Индии через Корею и Китай в VI веке. Буддийские проповедники сразу оценили все выгоды союза с синтоизмом, где можно было, они старались использовать синтоистские верования для пропаганды идей буддизма. Существенный отпечаток на психологию японцев наложило и конфуцианство, пришедшее в Японию сначала через Корею в IV-V веках и затем непосредственно из Китая в VI веке. Тогда-то китайский язык стал языком образованных японцев. На нем велась официальная переписка, создавалась литература. Если проникновение конфуцианства повлекло за собой распространение китайского языка, то китайский язык, привившийся в высших сферах страны, в значительной степени служил целем пропаганды конфуцианского влияния. Неудивительно, что конфуцианская доктрина, обожествление предков, почитание родителей, беспрекословного подчинения низших высшим, подробнейшая регламентация поведения любого члена общества, прочно врезались во все сферы психологии людей. Конфуцианские представления хорошо выражены в следующем изречении. Отношения между высшим и низшим подобны отношениям между ветром и травой. Трава должна склониться, если подует ветер. Буддизм и конфуцианство стали играть в Японии роль своеобразной идеологической и моральной надстройки. Однако в системе религиозных доктрин Японии главенствующее место занимала истинно японская религия Синто. Синто — путь богов. Это древняя японская религия, хотя истоки ее по общему признанию неизвестны, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что она возникла и развелась в Японии вне китайского влияния. Японец обычно не стремится вникать в суть и происхождение Синто. Для него это и история, и традиция, и сама жизнь. Синто напоминает древнюю мифологию. Практическая же цель и смысл синтоизма состоит в утверждении самобытности древней истории Японии и божественного происхождения японского народа. Согласно Синто считается, что Микадо — император, потомок духов неба, а каждый японец — потомок духов второго разряда — Ками. Для японца Ками означает божество предков, героев, духов и так далее. Мир японца населен мириадами Ками. Набожный японец думал, что после смерти он станет одним из них. Синтоизм свободен от религиозной идеи центральной власти Всевышнего. Он учит главным образом культу предков и поклонению природе. В синтоизме нет других заповедей, кроме общежитейских предписаний соблюдать чистоту и придерживаться естественного порядка вещей. У него есть одно общее правило морали — поступай согласно законам природы, щадя при этом законы общественные. По синтоистским представлениям японец обладает инстинктивным пониманием добра и зла. Поэтому соблюдение обязанностей в обществе тоже инстинктивно. Если бы было не так, то японцы были бы хуже зверей, которых ведь никто не учит, как надлежит им поступать. Сведения о синтоизме в древних книгах Кодзики и Нихонги дают достаточное представление об этой религии. В подобных сочинениях объединены две идеи — идея кровного племенного единства и идея политической власти. Отражение первой — в расширении племени во времени, в отношении к прошлому, в соединении с рождением вообще всех вещей, во включении всего и народного в состав племени, в подчинении ему, в притягивании генеалогической линии по главным представителям, богам, вождям, царям, как проявление единства племени. Отражение второй — в представлении политической власти как выполнение богами, вождями, царями воли высших богов. Японские хроники утверждают, что первоначально в мире царил хаос, но затем все приобрело стройность. Небо отделилось от земли, обособились женское и мужское начало, первое в лице богини Идзанами, второе в лице ее мужа Идзанаги. У них родилась богиня солнца — Аматеррасу. Бог луны Цукиеми и бог ветра и воды Сусаноо вступили между собой в борьбу. Аматеррасу победила и осталась на небе, а Сусаноо был изгнан в страну Идзумо — на землю. Сын Сусаноо Окунинуси сделался правителем Идзумо, а Аматеррасу не смирилась с этим и принудила Окунинуси передать правление ее внуку Нениги. Нениги сошел с неба и принял управление государством Идзумо. В знак власти ему вручили три священных предмета — зеркало — символ божественности, меч — символ могущества, и яшму — символ верности подданных. От Нениги произошел дзимутенно. Титул «тенна» означает «верховный правитель», сохраняется за царствующим домом до наших дней, передается на европейских языках словом «император». Мифический первый император Японии — Микадо. Зеркало, меч и яшма с тех давних пор остаются эмблемой японского императорского дома. Император Микадо в сознании японца, благодаря своему божественному происхождению, состоит в родстве со всем народом, он глава нации семьи. Даже сигуны, господствовавшие в Японии более трехсот лет, называли себя представителями Микадо. Идея Микадо, освещенная синтоизмом, не исчезла из сознания японцев и сегодня, хотя, конечно, ее регулирующая сила значительно ослабла. Даже современные японцы, внешне как будто бы и не придавая серьезного значения этой идее, подсознательно, искренне благоговеют перед ней. До сих пор в синтоистских храмах совершаются различные обряды в честь императорской семьи. По некоторым данным их насчитывается более ста тысяч. Синтоизм сформировал у японцев особый взгляд на мир вещей, на природу, взаимоотношения. Этот взгляд базируется на пяти концепциях. Первая концепция утверждает, что все сущие является результатом саморазвития мира. Мир появился сам по себе, он хорош и совершенен. Регулирующая сила бытия, согласно доктрине синто, исходит из самого мира, а не от какого-то верховного существа, как у христиан или мусульман. На таком понимании мироздания покоилось религиозное сознание древнего японца, удивлявшегося вопросом представителей других конфессий, какая у вас вера, или, того более, верите ли вы в Бога. Вторая концепция подчеркивает силу жизни. Согласно мифологии, первое сексуальное сближение произошло между богами, и потому секс и моральная вина никогда не связуются в сознании японцев. Все, что естественно, согласно данному принципу, должно уважаться. Не уважается только нечистое, но и всякое нечистое может быть очищено. Третья концепция утверждает единство природы и истории. В синтоистском воззрении на мир нет разделения на живое и неживое. Для приверженца синто все живое, и животное, и растения, и вещи. Во всем природном и в самом человеке живет божество каме. Некоторые считают, что люди есть каме, или, вернее, каме располагаются в них, или, в конечном счете, они могут впоследствии стать каме, и так далее. Согласно синто, мир каме — это не потустороннее обиталище, отличное от мира людей. Каме объединены с людьми, поэтому людям не нужно искать спасения где-то в другом мире. Согласно синто, спасение обеспечивается путем слияния с каме в повседневной жизни. Четвертая концепция связана с многобожием. Синто возник из местных культов природы поклонения местным родовым и племенным божествам. Первобытные шаманские и колдовские обряды синто начали приходить к известному единообразию только с V-VI веков, когда императорский двор стал брать под свой контроль деятельность синтоистских храмов. В начале VIII века при императорском дворе был создан специальный департамент по делам синто. Пятая концепция синто связана с национально-психологической основой. Согласно этой концепции, боги синто, Ками, родили не людей вообще, а только японцев. В связи с этим в сознании японца с самых первых лет жизни укореняется представление о том, что он принадлежит синто. Отсюда вытекают два важнейших фактора регуляции поведения. Во-первых, утверждение, что Ками самым интимным образом связаны только с японской нацией. Во-вторых, синтоистская точка зрения, согласно которой смешно, если иностранец поклоняется Ками и исповедует синто, такое поведение не-японцы воспринимается как нелепость. Вместе с тем синто не удерживает самих японцев от того, чтобы они исповедовали любую другую религию. Не случайно почти все японцы параллельно с синтоизмом считают себя приверженцами какой-нибудь другой религиозной доктрины. В настоящее время, если суммировать количество японцев по принадлежности к отдельным конфессиям, то получится число, превышающее общее население страны. В древности культовое действие в синто заключалось в поклонении божеству конкретного храма, которое в сущности не имело отношения к другим храмам. Ритуалы синтоистских храмов состояли в усложнении местного божества. Эта простота церемонии, требующая от людей лишь приношений и простейших ритуальных действий, явилась важнейшей причиной стойкости синто на протяжении столетий. Несмотря на отсутствие единства в почитании божества, Устройство синтоистских храмов, тем не менее, единообразно. Основу каждого храма составляют хондэн — святилище, в котором хранится синтай — святыня, божество. К хондэну примыкает хайдэн, то есть зал для молящихся. Изображений богов в храмах нет, однако некоторые храмы украшены изображениями львов или других животных. При храмах инари есть изображение лис, при храмах хия — обезьян, при храмах косуга — изображение олени. Эти животные рассматриваются в качестве посланников соответствующих божеств. Все это свидетельствует о связи синто с многочисленными специфическими народными верованиями. Древние народные верования Обычно под народными верованиями понимают древнюю религиозную практику, которая не связывается с церковной иерархией. Это комплекс представлений и действий, основанных на предрассудках, суевериях и т.д. Хотя народные верования отличаются от храмового культа, однако связи здесь очевидные. Обратимся, например, к древнейшему культу лисицы, которой японцы поклоняются с незапамятных времен. Божество в образе лисицы, верили японцы, имело тело и разум человека. В Японии были построены специальные храмы, в которых собирались люди, якобы обладающие лисией натурой. Под ритмичные звуки барабанов и завывания священников, прихожане с лисией натурой впадали в состояние транса. Они полагали, что это дух лисицы вселяет в них свои силы, поэтому люди с лисией натурой считали себя в некотором роде колдунами и провидцами, предсказывающими будущее. Издавна в Японии поклонялись и волку. Это животное считалось духом гор Оками. Люди просили Оками защитить посевы и самих тружеников от различных напастей. Так рыбаки до сих пор просят его о неспослании благоприятного ветра. В некоторых районах Японии, особенно на побережье, начиная уже с древности, местные жители поклонялись черепахе. Рыбаки считали черепаху Кане божеством, Ками моря, от которого зависела их удача. Огромные черепахи у берегов Японии часто попадались в рыбачьи сети. Рыбаки осторожно вытаскивали их из сетей, поили саке и выпускали обратно в море. Также в Древней Японии существовал своеобразный культ змей и моллюсков. Вообще-то в настоящее время японцы бестрепетно употребляют их в пищу, но некоторые виды змей и моллюсков считаются священными до сих пор. Это таниси, обитатели рек и прудов. Некоторые ученые полагают, что благоговейное отношение к таниси пришло в Японию из Китая. По преданиям, в районе Ай-Дзу когда-то стоял храм в Акаме-Хатимон, у подножия которого находились два пруда. Если кто-нибудь ловил таниси в этих прудах, то ночью во сне слышал голос, требующий ее возвращения. Иногда больные специально ловили таниси, чтобы услышать ночью голос с Ками пруда и потребовать для себя выздоровления в обмен на освобождение таниси. В старых японских медицинских книгах указывалось, что таниси — хорошее средство от глазных болезней. Существует, однако, предание о том, что от глазных болезней влечивается только тот, кто не употребляет таниси в пищу. Есть места в Японии, где до сих пор верят в священную рыбешку О-Кодзе. Этой малютке отводилось в древних легендах очень большое место. Она считалась представительницей Ками-Гор. Охотники заворачивали О-Кодзе в белую бумагу и произносили нечто вроде заклинания «О-Кодзе, если ты пошлешь мне удачу, я разверну тебя и дам увидеть солнечный свет». Многие рыбаки вешали у дверей своих хижин сушеную О-Кодзе в надежде, что им будет сопутствовать удача, а дом получит защиту от злых духов. Когда рыбаки попадали в беду, они обещали Ками-Море принести в дар О-Кодзе, если тот смилостивится и спасет их. Также существовали верования, что удачу и счастье японцу принесет стрекоза-томбо, которая ассоциировалась с храбростью и даже с национальным духом. Стрекозу воспринимали как воинственное насекомое, поэтому было принято носить предметы с изображением стрекозы. Этот обычай сохранился и сейчас. Изображение стрекозы можно увидеть на вещах, одежде, мальчика. Такое отношение к стрекозе идет из глубины японской истории, когда Японию называли землей стрекозы. И теперь еще можно встретить в литературе слово «стрекоза» как синоним Японии. В древние времена акулу самое в Японии считали существом, наделенным божественной силой, то есть Ками. Об акуле ходили различные легенды. В одной из них рассказывается, что однажды акула откусила женщины ногу. Отец женщины в молитвах просил духов моря отомстить за дочь. Спустя некоторое время он увидел, как в море большая стая акул преследовала одну хищницу. Рыбак поймал ее, убил и нашел в желудке ногу дочи. Рыбаки верили, что акула может помочь избежать несчастья в море и даже могла вынести утопающего к берегу на своей спине. Считали, что за священной акулой тянулись косяки рыбы. Если рыбаку посчастливилось встретить ее, он возвращался с богатым уловом. Японцы также боготворили краба. Амулет, изготовленный из его высушенного панциря, по поверьям защищал от злых духов и болезней. Рассказывали, что однажды крабы появились в прибрежном районе, где их никто никогда не видел. Рыбаки поймали их, высушили и повесили на деревья. С тех пор злые духи стороною обходят эти места. Еще до сих пор живет предание о том, что воины Тайра, потерпевшие поражение в междоусобной войне с кланом Минато, погрузились в море и превратились там в крабов. Поэтому в некоторых сельских районах считается и по сей день, что брюшко краба напоминает человеческое лицо. Наряду с почитанием животных в Японии распространилось поклонение горам, горным источникам, камням, деревьям и т.д. Для крестьянина природа издавна служила надежным источником жизни, поэтому он и обожествил ее в своих представлениях. Созерцание отдельных камней, деревьев и т.д. вызывали у японцев истинное наслаждение. Среди деревьев это, конечно же, ива. Японцы боготворили плакучую иву, янаги. Ее изящные тонкие ветки, колышущиеся под малейшим дуновением ветра, вызывают у них высокие эстетические чувства. Многие поэты воспевали с древних времен янаги. Художники часто изображали ее на гравюрах и свитках. Все грациозное и изящное японцы сравнивают с ветвями ивы. Янаги японцы относили к деревьям, приносящим счастье и удачу. Из ивы делали палочки для еды, которыми пользовались только в праздник Нового года. Изначальное огромное влияние на верование, как уже указывалось, оказали пришедшие в Японию с материка религии. Это можно показать на примере культа Косин. Косин — год обезьяны, название одного из годов старинного циклического летосчисления, применявшегося в Японии вплоть до 1878 года. Летосчисление это состоит из повторяющихся шестидесятилетних циклов. Культ Косин связан с даосизмом, принесенным в Японию из Китая. Даосы считали, что в ночь наступления Нового года Косин, обитающее в теле каждого человека некое таинственное существо, во время сна покидает его и поднимается в небо, где докладывает небесному владыке о греховных делах. На основании этого доклада небесный владыка может лишить человека жизни, поэтому рекомендовалось проводить ночи Косин без сна. В Японии этот обычай получил очень широкое распространение. Постепенно он вобрал в себя также элементы буддизма и синтоизма. В народный пантеон японских божеств сами собой вошли многие божества из буддийского пантеона. Так в Японии получил большую популярность буддийский святой Дзидзо. Во дворе одного из храмов в Токио была возведена статуя Дзидзо, опутанная соломенными веревками. Это так называемый Сибарара Дзидзо, связанный Дзидзо. Если у человека похищали какие-то ценности, он связывал Дзидзо и обещал освободить его при обнаружении пропажи. Исследователи следующим образом классифицируют древние народные верования японцев. Производственные культы, связанные в основном с сельским хозяйством и рыболовством. Культы исцеления, обеспечивавшие якобы излечение от болезней. Культы покровительства, направленные на защиту от эпидемий и других бед извне. Культ хранитель домашнего очага, оберегавший дом от пожара и поддерживавший мир в семье. Культ удачи и процветания, дававший приобретение и благо жизни. Культ отпугивания злых духов, направленный на избавление от разной нечисти, чертей, водяных, леших. Следует особо рассказать о так называемой «чайной церемонии» по-японски «тяною». Эта церемония относится к наиболее самобытным, уникальным и древнейшим искусствам. Она играет существенную роль в духовной и общественной жизни японцев на протяжении нескольких веков. «Тяною» — строго расписанный ритуал, в котором участвует мастер чая, тот, кто заваривает чай, разливает его, и те, кто присутствует при этом и затем пьет. Первый — жрец, совершающий чайное действие. Вторые — участники действия, приобщающиеся к нему. У каждого свой стиль поведения, охватывающий и позу при сидении, и все движения, и выражение лица, и манеру речи. Эстетика «тяною» — его утонченный ритуал подчиняется канонам дзен-буддизма. Согласно легенде, она берет свое начало из Китая со времен первого патриарха буддизма Бодхидхармы. Однажды, гласит легенда, сидя в медитации, Бодхидхарма почувствовал, что глаза его закрываются и против воли его клонят ко сну. Тогда, рассердившись на себя, он вырвал свои веки и бросил их на землю. На этом месте вскоре вырос необычный куст с сочными листьями. Позже ученики Бодхидхармы стали замаривать эти листья горячей водой. Напиток помогал им сохранить бодрость. В действительности, чайная церемония возникла в Китае задолго до появления буддизма. Согласно многим источникам, ее ввел Лао Цзи. Именно он в пятом веке до нашей эры, свидетельствует сказание, предложил ритуал с чашкой золотого эликсира. Этот ритуал процветал в Китае вплоть до монгольского нашествия. Позже китайцы свели церемонию с золотым эликсиром к простому завариванию подсушенных листьев чайного куста. В Японии же искусство тяноа получило свое логическое завершение. Буддизм в Древней Японии Эта религия проникла, как уже отмечалось, в Японию в VI веке, когда на японские острова начали проникать буддийские монахи. Буддийские священные книги, написанные на китайском языке, были первыми появившимися в Японии. Традиционные формы японизированного буддизма имеют свои некоторые особенности. Как уже указывалось, основатель буддизма, Будда, родился в VI веке до н.э. в княжеском роде Шакиев, могущественных. Его назвали Сид-Хартха, а когда он достиг совершеннолетия, ему дали имя Гаутама, то есть японцы легенду о Гаутаме принимают полностью. Так же, как и то, что отец Гаутаме держал сына наследника вдали от мирских дел, возил его на золоченой колеснице, скрывая от глаз посторонних. Молодой князь не знал забот, купался в роскоши и не ведал настоящей жизни. Однажды он все же увидел нищего старика, в другой раз калеку, в третий — покойника и в четвертый — бродячего отшельника. Увиденное потрясло Гаутаму и переменило его судьбу. Он отказался от богатого наследства, оставил жену и сына и в двадцать девять лет стал странствующим аскетом. Шесть лет Гаутама, согласно японской интерпретации, провел в скитаниях, живя подаянием. Как-то ночью, сидя под деревом Бо-Бодхи, что значит «познание» в глубокой задумчивости, он понял смысл бытия. На него снизошло просветление. Гаутама познал четыре святые истины. Жизнь в своей основе есть страдания. Причиной страдания являются страсти, потребности, желания людей. Чтобы избавиться от страданий, надо пресечь все желания. Сделать это можно только путем ухода от действительности и достижения высшего просветления нирваны. С того времени, как Гаутама стал Буддой, Будда на санскрите означает «просветленный», достигший прозрения, и японцы также заимствовали это понятие. Его стали именовать Шакьямуни, святой из рода Шакиев. Дальнейшую жизнь Будда посвятил проповеди своего учения. Умер он в восемьдесят лет. Последователи, в том числе и в Японии, стали наделять его различными сверхъестественными способностями. Он мог быть невидимым, летать по воздуху, ходить по воде, держать в руках солнце и луну и так далее. Постепенно Будда приобрел в представлениях людей и другие божественные качества. Главным в японизированном буддизме является уход от житейской действительности. Буддизм проповедует отречение от страстей, провозглашает тщетность мирских забот, призывает к душевному покою. Буддисту, как вытекает из канонов, следует бежать от сансары, материального чувственного мира, чтобы перейти в мир нирваны. Согласно учению Будды, сансара — это иллюзорный мир, а нирвана — мир подлинный. Реальность, как следует из догматов буддизма, — это движение специфических частиц, дхарм. Все в мире образуется из комбинаций дхарм. Буддийские схоласты насчитывают от семидесяти до ста разновидностей дхарм. Выделяют также определенные группы дхарм, дхармы бытия и небытия, то, что рождается и исчезает, и то, что существует вечно, дхармы волнения и покоя, то, что подвержено страстности и суете, и то, что стремится к успокоению, дхармы психических состояний, ощущения благоприятного, неблагоприятного и безразличного отношения к окружающему. Познавательные дхармы — ощущения, восприятия, представления. Дхармы — сознание и подсознание, подконтрольные сознанию, абстракции и то, что не подконтрольно сознанию. Дхармы, согласно буддизму, никогда не исчезают, а лишь соединяются в различные структуры. В связи с этим и человеческая смерть понимается как распад одной структуры дхарм и появление другой в образе человека, животного, насекомого, растения и так далее. Жизнь по буддизму — это цепь бесконечных перерождений. Пусть мое учение освещает вам путь жизни. Положитесь на него, не верьте ничему другому, будьте сами светом себя. Надейтесь только на себя, не надейтесь на других. Блюдите свое тело, заботьтесь о чистоте его, не поддавайтесь искушениям. Разве вы не знаете, что искушения принесут вам страдания? Заботьтесь о душе своей, знайте, что она вечна. Разве вы не убеждены в том, что забвение ее, ваша гордыня и себялюбие принесут вам неисчислимые страдания? Будьте внимательны ко всему, что окружает вас. Разве вы не видите, что все это извечная самость? Разве вы не знаете, что все это со временем распадется на части и будет развеяно? Не пугайтесь страданиям. Следуйте моим заветам, и вы избавитесь от них. Делайте все с душой, и вы будете моими верными учениками. Друзья мои, не забывайте, что смерть — это только распадение тела. Тело нам дали родители. Оно вскормлено пищей, поэтому болезни и смерть неизбежны. Но вы знаете, что Будда — это не тело, это просветление. Тело исчезнет, а мудрость просветления останется навечно. Просветление будет жить с вами в виде дхармы. Тот, кто видел мое тело, еще не видел меня. Меня видел тот, кто познал мое учение. После моей смерти вашим учителем будет моя дхарма. Следуйте этой дхарме, и вы будете верны мне. Разумеется, что ранний буддизм несколько отличался от того, который проник в Японию. Так в раннем буддизме упор делался не на мировоззренческие вопросы, а на нормы поведения человека. Эти нормы не отрицали того, что содержалось в приемлемых для того или иного этноса уже испытанных кодексах жизни. В результате буддизм быстро завоевал многочисленных сторонников. Его победное шествие из Индии по Южной и Восточной Азии началось в III веке до н.э. На рубеже новой эры буддизм распространился в Китае, в IV веке — в Корее, и в VI-VII веках утвердился в Японии. Естественно, такая громадная по числу адептов религия не могла сохранить единство и довольно скоро стала дробиться на секты. Самый существенный раскол произошел в I веке, когда в рамках буддизма определились два направления — Хинайяна и Махаяна. В Японии многие китайские и корейские монахи, принесшие буддизм, создавали свои секты. Между сектами развернулась борьба на почве доктрин Хинайяны и Махаяны. Последняя воспринималась японцами как более приемлемая, поэтому повсюду стали возникать махаянистские храмы. Махаяна — буквально «большая колесница», означает в противоположность Хинайяне, буквально «малая колесница», «широкий путь спасения». По учению Махаяны спастись может не только монах, как в Хинайяне, но всякий, кто будет соблюдать определенные заповеди и предписания. Будда рассматривается не как учитель, а как бог. Считается, что было бесчисленное количество будд, что следующий Будда сменит ныне существующего через восемь с лишним миллионов лет. В пантеоне Махаяны насчитывается более тысячи Будд, которые придут к людям в будущем. Еще больше насчитывается Бодхисаттв. Согласно буддийским канонам, Бодхисаттва — это просветленный человек, который отказывается от нирваны, чтобы помочь всем людям достичь просветления. Бодхисаттвы сближают людей с Буддой, приходят к ним на помощь по их зову. Бодхисаттвам помогают архаты, то есть святые, которые достигли познания основополагающих истин бытия, и распространяют учения буддизма среди масс населения. Количество приверженцев буддизма в конце VI-VII веков н.э. возросло такими стремительными темпами, что император Камму, опасаясь монашеского нашествия, в 794 году перенес свою столицу из Нары в уезд Уда. Бодхисаттвам 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 Китайские иероглифы не были приспособлены к фонетическому строю японского языка, что внесло большие трудности не только в систему письма и чтения, но и в понимание японского текста. Китайские иероглифы в японском тексте читались на японский лад и нередко обозначали совсем иные реалии, чем в китайском тексте. Это побудило японцев обратиться к слоговой азбуке, две фонетические разновидности которой хирогана и катакана объединяются под общим названием кана. С помощью кана японцы начали записывать слова, для которых не находилось китайских смысловых иероглифов. Кроме того, кана оказалась удобной для обозначения служебных глаголов и грамматических частиц. Создалось уникальное сочетание двух систем письма — иероглифической и фонетической. Первые источники — японские пословицы. Древние японские пословицы представляют собой зеркало тогдашнего состояния общества. В них отражена психология этнической общности людей. Пословицы говорят о мировоззрении японцев, национальном характере, который уже сформировался к описываемому периоду, о чувствах чаяния этой древней нации. Первое. Друзья по несчастью друг друга жалеют. Седьмое. И Конфуцию не всегда везло. Восьмое. Нет света без тени. Девятое. И добро, и зло в твоем сердце. Десятое. Злу не победить добра. Одиннадцатое. Бог живет в честном сердце. Двенадцатое. Выносливость лошади познается в пути, нрав человека с течением времени. Тринадцатое. Где права сила, там бессильно право. Четырнадцатое. Таланты не наследуют. Пятнадцатое. И мудрец из тысячи раз один раз дожибается. Шестнадцатое. Слугу, как и сокола, надо кормить. Семнадцатое. Любит чай замутить. Восемнадцатое. Кто родился под грохот грома, тот не боится молний. Девятнадцатое. Женщина захочет, сквозь скалу пройдет. Двадцатое. Бессердечные дети отчий дом хают. Двадцать первое. Какая душа в три года, такая она и в сто. Двадцать два. Об обычаях не спорят. Двадцать три. Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. Двадцать четыре. Кротость часто силу ломает. Двадцать пять. С тем, кто молчит, держи ухо востро. Двадцать шесть. Кто плавать может, тот и утонуть может. Двадцать семь. За излишней скромностью скрывается гордость. Двадцать восемь. Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко. Двадцать девять. Свою лысину три года не замечают. Тридцать. Из пороков самое большое распутство, из добродетелей самое высокое, сыновний долг. Тридцать один. Сострадание — начало человеколюбия. Тридцать два. Гнев твой, враг твой. Тридцать три. Лошадь узнают в езде, человека в общении. Тридцать четыре. И камень может проговориться. Тридцать пять. Металл проверяется на огне, человек на вине. Тридцать шесть. У кого веселый нрав, тот и сквозь железо пройдет. Тридцать семь. Кто любит людей, тот долго живет. Тридцать восемь. За деньги ручайся, за человека никогда. Тридцать девять. Рождают тело, но не характер. Сорок. Кто пьет, тот не знает о вреде вина. Кто не пьет, тот не знает о его пользе. Сорок один. Где нет чувства долгой людского глаза, там все возможно. Сорок два. У человека внешность обманчива. Сорок три. Тигр бережет свою шкуру, человек, имя. Сорок четыре. Прощай другим, но не прощай себе. Сорок пять. Чрезмерное послушание, еще не преданность. Сорок шесть. Искренность — драгоценное качество человека. Сорок семь. Верный вассал двум сюзеренам не служит. Сорок восемь. Ну, если уж укрываться, то под большим деревом. Сорок девять. Писатель писателя не признает. Пятьдесят. Хочешь узнать себя? Спроси других. Пятьдесят один. Не будешь гнуться, не выпрямишься. Пятьдесят два. Нужен был, тиграм сделали. Нужда прошла, в мышь превратили. Пятьдесят три. Эгоист всегда недоволен. Пятьдесят четыре. Ущипни себя, и узнаешь, больно ли другому. Пятьдесят пять. С тщеславию, как и сыпи, любой подвержен. Пятьдесят шесть. Со старым человеком обращайся, как с отцом. Пятьдесят семь. Хочешь узнать человека — узнай его друзей. Пятьдесят восемь. Задумал муравей фудзияму сдвинуть. Пятьдесят девять. Пляши, когда все пляшут. Шестьдесят. В дружбе тоже знай границу. Шестьдесят один. Фальшивый друг опаснее открытого врага. Шестьдесят два. С деньгами и в аду не пропадешь. Шестьдесят три. Кто беден, тот и глуп. Шестьдесят четыре. Нечестно нажитое впрок не идет. Шестьдесят пять. Деньги льнут к деньгам. Шестьдесят шесть. Колос зреет, голову клонит. Человек богатеет, голову задирает. Шестьдесят семь. Распутство лишает и денег, и сил. Шестьдесят восемь. И Будда терпит лишь до трех раз. Шестьдесят девять. Воля и сквозь скалу пройдет. Семьдесят. Кто терпелив, тот бедности не поддается. Семьдесят один. Раннее вставание трем добродетелям равно. Семьдесят два. Вспылил, дело погубил. Семьдесят три. Ветви, что дают прохладу, не рубят. Семьдесят четыре. Что оценивать шкуру неубитого барсука? Семьдесят пять. Отдавать вору на хранение ключи. Семьдесят шесть. Дурака никаким лекарством не вылечишь. Семьдесят семь. Кто в сорок лет глуп, тот умным не станет. Семьдесят восемь. Близ умного дети не учась читают. Семьдесят девять. Нет врага опаснее дурака. Восемьдесят. Мудрому человеку не вода, а близкий зеркалом служит. Восемьдесят один. На подарок не жалуются. Восемьдесят два. Читать проповедь Будде. Восемьдесят три. И в пене, и в танцах надо знать меру. Восемьдесят четыре. Ищет сладкого, а пирожок лежит на полке. Восемьдесят пять. Коня за оленя принимает. Восемьдесят шесть. Кто слишком умен, у того друзей не бывает. Восемьдесят семь. Когда насилие входит во двор, справедливость уходит. Восемьдесят восемь. Малые рыбки теснятся там, где большие. Восемьдесят девять. Счастье приходит в веселые ворота. Девяносто. Двор сильнее насилия. Девяносто один. Стены слушают, бутылки говорят. Девяносто два. Купец купцу враг. Девяносто три. Как только беда миновала, принарядись. Девяносто четыре. Пыль нагромождаясь, образует горы. Девяносто пять. В потемках и собачий помет не пачкает. Девяносто шесть. Красавица — это меч, подрубающий жизнь. Девяносто семь. Чтобы понять родительскую любовь, надо вырастить собственных детей. Девяносто восемь. Владелец золотой горы тоже жаден. Девяносто девять. Все, что цветет, неизбежно увянет. Сто. Но и досталось ему счастье с малую раковину. Заключение. На рубеже эпох в последние века до нашей эры и первые века нового тысячелетия страны Южной и Восточной Азии достигли своего высшего развития в фазе рабовладения. Этот способ организации социумов распространился почти по всей территории Индостана, на большей части Индокитая, Индонезии, Цейлона. Цивилизациями мирового масштаба в Южной и Восточной Азии были Ханьская империя в Китае и государство Древней Индии. Освоение железа здесь, как и повсеместно в мире, дало резкий толчок к техническому прогрессу в земледелии и ремеслях. Появление в связи с этим прибавочного продукта стимулирует торговлю, возрастающие объемы торговли приводят к созданию и росту городов, развитие хозяйства сопровождается крупными сдвигами в социально-экономических отношениях. В социумах начинается переустройство прежних форм организации населения. Это и разложение общины, и потеря свободными производителями многих прав. Возникает крупное землевладение и вместе с этим рабовладение. Но в Южной и Восточной Азии наличие огромного числа разорявшихся и закабаленных, но еще не оторвавшихся от сельской общины земледельцев ограничивало распространение рабского труда в сельском хозяйстве. Именно в этом состоит специфика рабовладельчества Китая и Индии. В частности, процесс развития рабовладельческого общества в Индии имел свои ярко выраженные особенности. Характерной чертой истории древней Индии была еще большей, чем в других странах древности, устойчивость сельской общины. Замкнутые, обеспечивающие себя всем необходимым, общины тормозили рост торговли и городов как ремесленных и торговых центров, задерживали развитие экономических связей внутри Индии. Глубокая разобщенность различных по уровню своего социального развития областей препятствовала созданию прочного политического объединения на территории Индии. Держава Маурьев просуществовала недолго, и если лишь спустя почти пять веков Гуптман удалось на сто-сто пятьдесят лет объединить под своей властью Индию, то в основном только ее северную часть. Классическим примером феодальных отношений в Восточной Азии может служить Китай. В этой стране проявила себя в чистом виде концепция географического детерминизма. Согласно ее тезису, историческая судьба этноса определяется динамическим состоянием вмещающего ландшафта. Своебразное проскакивание этноса из фазы начального и неразвитого рабовладения в фазу примитивного феодализма нашло свое выражение в попытках ограничения частного рабовладения, росте арендных отношений, появление так называемых «сильных домов», хозяйство которых основывалось на переходных к феодализму формах эксплуатации зависимого населения. Последние века истории империи Хань, время крайнего обострения социальных противоречий, крушение империи происходит в результате одного из самых грандиозных в истории древнего мира вооруженного протеста за кабаленных масс. Конец первого тысячелетия до нашей эры и начало первого тысячелетия нашей эры отмечен расцветом древней культуры Индии и Китая. Об этом свидетельствует разнообразие форм и содержания литературных произведений, дошедших до нашего времени скульптурных и архитектурных памятников, богатство определенных культурных традиций в обществе, высокий уровень наук привели к созданию как стройных, так и сложных философских систем, даосизм, конфуцианство и некоторые материалистические учения Чарвака, Лакаята и другие философские школы в Индии, оказавших большое влияние на дальнейшее развитие не только философской мысли в Восточной и Южной Азии, но и на развитие общечеловеческой мысли в целом.